Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я снова начинаю такой, наверное, домашний влог. Мы сегодня хотим с детками поехать в магазин с двумя детками. И сегодня мы хотим поехать в магазин, купить, в общем, куртки, немножко начать уже готовиться к осени, к школе и так далее. Посмотреть, может, какие-то рубашки старшему сыну и так далее. Я хотела всё заказать на Ламоде. В общем, сидела-сидела и решила, думаю, ну, надо съездить, посмотреть, что вообще есть в магазинах. Может, и выгоднее в магазине купить. Так что поедем, но я, наверное, в торговом центре снимать не буду, просто потому что, ну, я когда с двумя детьми одна, я не снимаю, потому что всегда боюсь кого-нибудь потерять. И всё в этом духе, поэтому я не снимаю. Но уже после того, как приедем, я покажу вам покупки, расскажу, может, есть где какие скидки. Потому что, когда мы ездили в H&M, мне потом многие писали, что спасибо, Натас, что подсказала. Там действительно были хорошие скидки. Так что, если я что-то увижу, я обязательно вам это уже расскажу. Ну, и потом покажу, что купили. Может, и себе что-нибудь. Мы тут решили с мальчиками скучно. Решили съездить на шопинг. Ну, давайте, показывайте, что купили. Мы купили себе особенно вот такие брюки. Вот, видите, где такого баскетбольного мяча. Почему мы купили вот такие прикольные штуки? Они могут тут сняться? Да мы в магазине поменяли за 599 рублей. Вот такой крутой набор из четырёх машин. Потом мы вот такие два касса. Или пожарные. Сейчас, подожди. Вот такие за 139 рублей всего лишь. Красота. Вот и раз. Да. Давай, иди сюда. Вот у маленького тут тоже у нас такой же брелок. Только он маленький. Он даже вечно не покупал. Да, мы ему говорим, давайте футболочку купим, Владик. А Владик что нам говорил? Нет. Тебе помочь? Да. Может, надо оторвать прям? Да. Давай, брат, помогай. Брата. Я тут вот это распаковываю. Маму. Пожарный корабль? Да. Вон там. Влад, покажи впереди вон там. Ну, штучка специальная. Ну, класс. Поливаем, поливаем. Игрушки сегодня будете дарать, да? Раз такая история. Ой, да. Карлабо. Это будет мой. Ну, а ты что тут? Это тоже. Я покупала. Вот такие машины без колёс. Без колёс? Да. Вон. Почему? Потому что мы будем по ним ездить. Монстр-траками. Не зря тут монстр-трак. Это монстр-трак? Да. Вот, я покажу тебе. А ты себе красный, что ли? Да. Я хочу себе красный. А ты какой? Ну, кстати, мы тут можем поместить на утре. Здорово? Да. Случить классно. Ну, по-моему, тут как нам надо. Покажи машинку. Это монстр-трак? Да. Мама, смотри. Я выбрался. А, это сменные эти самые. Мама, знаешь, как? Значит, Владу дай тогда красные. Безменно. Мама, знаешь? А у тебя серо. Мам. А какой ты, Влад, какой ты выбираешь из этих? Мама, смотри, как все. Смотрю. Дорого. Давай, выбирай себе второй кузов. Какой? Какой, какой, какой? Вот из этих двух. Вот этот серый выберешь? Или вот этот гонщик? Просто у меня красный, но Влад. Да. А у тебя будет какой? Ну, ладно, у меня будет гонщик. Старший брат уступил, молодец. Пусть. А мама думала, что вот этот будет. Ну да. У одного красный, у второго красный. Да? Ну, ладно, пусть будет. Сатя, знаешь, как там снять? Там есть вот... Я хочу красный. Вот этот? Красный? Ну вот, правильно. У тебя будет красный и зеленый, а у Лёвы будет серый. Как же это? Да? Вот, смотри. Ну, а куда-то? Хочешь, тебе помогут сразить? Так, смотри. Вот тут есть сзади кнопочка. Видишь, такую красную? Нажимаешься. И тут сниматься. Видно? А как ходять? Ах, ну, я знаю, как уже. Просто всовываешься. Просто всовываю. Видишь, Салин? Вот возьми, на. Возьми вот этот мой. Наверное, с другой стороны. Там где кнопочка, там зад должен. Вот, вот так вот. А где вот я нажимала на кнопочку? По-моему, не так. Где кнопочка? Надо по машинкам было ехать. Он наехалмает. Сейчас я покажу. А это что, вы трампы не такой сделали? Да. Класс. О, прям, прямо, 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 прямо приподнимаются, да? Нет, они не приподнимаются, они просто мягкие. Ага. А вот это вот так вот. Прям проезжает ровно. Ну, класс. Ну, все, дело до вечера, прямо, да? Опа. Интересно сейчас, по кровати. А вообще, мы ездили за курткой. А так купили... Куртку не купили. Все, что нужно, купили, кроме куртки. Да? Кавычка, все, что нужно. А здесь у нас в коробке муж наш приволок. У каждого свои игрушки, да? Якорь, мотор и сидение для мотора. Сидение не для мотора, для водителя лодки. Кожаная. Ну, типа, ля, кожаная. Да. Да. У каждого свои игрушки. Да? И вот покажу сейчас еще наши покупки. Зашли мы в магазин Gloria Jeans. Там, кстати, девочки сейчас тоже очень хорошие распродажи, скидки. Там есть платье по 350 рублей, такие, ну, тоненькие, трикотажные, летние. Шорты джинсовые по 500 рублей. Какие-то топы по 150, по 200, 250 рублей. Так что, имейте в виду. Сыну я старшему купила, вот ему понравились две вот такие футболки. Классники. Но они ему так немножко свободные. Я на тот случай, если мало ли, подсядет. Ну, и плюс в школу пойдет, он не так часто носит футболки. В основном по выходным только. Одну вот такую, и вторую вот такую ему. Очень по ней понравились. Здесь на понятно, яркая вот такое нравится, мне кажется, всей молодежи. Тоже футболочки эти стоили по 399 и 349. Там еще есть по 250 футболки. Киса, кошка тут пришла. Купили ему носочки. Правда, носочки написаны 10-14 лет. Но я когда спросила, идет, видите, на размер 35-37. Так как у нас 36 размер, то как бы вот. Ну, и нижним бельем еще две пары вот такие купила. Вот. Сейчас еще это в Glory Jeans мы купили. Плюс два брелочка, которые я там показывала. Так что, девочки, в Glory Jeans имейте в виду тоже сейчас и на девочек. Ну, там больше, мне кажется, ну, по крайней мере, в которой я была, больше ассортимента именно для девочек, для подростков. Ну, девочек, подростков, да. Там тоже платьица такие на бретелечках. Там для дома можно носить. Тоже достаточно дешевые. По 350 рублей. Отличная цена. Так что, если вам нужно что-то там детям или себе купить, я очень советую идти в Glory Jeans. И там, кстати, есть, ну, не только, знаете, обычно на распродажах либо слишком большие размеры, либо слишком маленькие. Нет, там, в принципе, все размеры есть. А себе я в Glory Jeans купила вот такой топ за 200 рублей. Всего лишь я вот такие топики ношу дома. То есть, они коротенькие, попок видно. Я с джинсовыми шортами. Джинсы-шорты у меня это старые обрезанные джинсы. Я их, когда уже совсем снашивается внизу, я их обрезаю, просто-просто ножницами обрезаю и ношу, хожу дома. Так что, вот, взяла себе такой топик. Буду в нем щеголять дома. И еще зашла в магазин Sella. Там вообще тоже много распродаж. Причем распродают даже какие-то свитерки. Единственное, что там почему-то большого размера только было. То есть, L и... Ну, вот M-ку я там один свитерок только видела. А так, в основном, L-ка висит на распродаже. Но там есть классные юбки. Вот кто из вас работает в офисе, может, или еще где. Я не про эту конкретную юбку. Я вообще говорю, что там очень такие классические юбки. Вот как раз офисные такие. Очень много там на распродаже тоже висит. Так что, тоже имейте в виду. А я себе купила вот такую юбку. Я почему-то сразу вспомнила свои новые туфли, которые я недавно купила. Но эта юбка для меня классно смотрится с кроссовками. Вот такая вот вообще супер-супер-супер юбка. У меня размер XS. Потому что S-ки размера не было, был только M-ка. Но я взяла, вроде неплохо сидит, не пережимает нигде. И эта юбка мне обошлась. Обошлась в... Вот смотрите, 699 рублей вместо 1000. Классная юбка. Я сейчас все... Сейчас мы все померим и покажем вам. Вот он, красавчик у нас. Футболочки. Нравится тебе? Это самая моя любимая будет. Самая любимая футболка. Ну, повернись. Умничка. Вот тут самая красивая. И вот вторая. Класс. Так, а сегодня еще мама будет готовить салат. Что за салат? Фейковый. Почему? А потому что у нас обманка будет. У нас будет рыба. Которую ты купила, я попросила тебе. Вот. Ну вот, без мяса. С рыбкой. Сейчас мы все намешаем. И мужики поедят. Они же рыбы-то у нас не едят дети-то. Вот. Поэтому, в принципе, он идет такой же почти как этот оливье. Но не совсем. То есть, в общем, туда идет картошка, рыба, горошек, помидор, огурец. И я еще для остроты немножко лучка положу. Так, мелко-мелко нарезан. Ну и майонез. Вот. Без зелени. Без зелени, потому что не едят у нас мальчишки зелень. Вот. А так зелень туда добавлять там. В общем, сейчас буду делать хитро. Я сейчас лук порежу мелко и положу ту нет. А потом уже буду картошечка, чтобы они не видели, что это обманка. Что это рыба. Да. Обманка ему будет. И как ты все режешь? Ну вот лучок я режу миленько-миленько, чтобы совсем так вот миленько. Вот. Рыбу буду разминуть вилочкой. Остальное все кубиками. Вот приготовила вот эту штучку. Хорошая штучка. Не вижу нигде. Вот заходила там на рынок, но отдельно нет ничего этого. Да, потому что меня спрашивали, где купить такую штуку. Да, не видела. Нету. Мы покупали ее очень-очень давно. Лет 10 назад. Да, еще легки не было. Ты не купила. А я вообще давно использую. Вот она одна порвалась. Вот эта тоже скоро порвется. Она видела. Очень удобно. Ну вот нарезала. Теперь сейчас. Вообще рыба любая. А, она же почти тут это самое. Да, это же для салата. А, она такая вот. Ну, я вот эту солью. Трохо. Ну, если никаких проблем. Сейчас мы ее картошечку закроем. На баночки выкинем. А мальчишкам скажем, что это курица. Курица, да. Курица, да. Мы, кстати, так уже однажды делали, а не съели. Да. Да, когда было вообще, аж затаив дыхание. Рыбку идем. Да. Вот один и второй совсем большой. И средненький. И, соответственно, маленький тоже не били. Да, маленький, кстати, по вкусовым пристрастиям начинает подтягиваться к двум старшим. А два старших вот вообще ни в какую. Просто. Рыбу. Да. Они даже вот я в магазин иду, к отделу рыбы подхожу. Ну, просто там стоит у меня зеленый ребенок. Что старший племянник, что мой старший сын. Просто как будто вот сейчас вот вообще стошнит. Представляете, как рыбя. Хотя все родственники любят рыбу. Да, я любитель рыбы. Мама любит рыбу. Ну, муж у меня так, средний. Он как бы, смотря какой, не костлябый он любит. Он сухую любит. Да. Сестра моя тоже любит рыбу. То есть мы все, и бабушка ваша, и одна, и вторая. Все спокойно. И все всегда ели рыбу. А здесь вот вообще. Самое интересное, когда были совсем маленькие, ели рыбу. Рыбный суп. Нет, Никитка не ел. Никитка не ел. Не ел. Какой мы только не покупали. Даже осетрину. Другую. Нет, вот. А, нет, он шпроты ел. Шпроты. Вот. А Левка ел такую. Да. Я ел красную рыбу. Вот я ему покупала там с картошкой. Суп римный варила с красной рыбки тоже. Потом блендером он перемешивала, когда совсем маленький был. А потом как отрезала. Да. А еще, кстати, насчет каши то же самое. Ну вот племяшка ест каши, а мои дети оба вообще ни в какую. Причем младший, например, он прямо с... Вот когда прикормы начинаются, с этого времени вообще ни в какую кашу. Помните, сколько мы не пытались? И через соску, и через ложку. И так, и сяк, и с песнями, и с плясками. Нет, и все. Прямо выплевывала. Так, Наташенька, я же недавно доела кашу. Да. Которая осталась... Сколько она? Три года была. Банка тут лежала. Болталась, болталась. И я ее доела. И десерты такие с кашей покупала вот младшему. Вообще ни в какую выплевывала. И все. У меня, кстати, младший сын даже смеси не ел. Да. Он только на груди у меня был. А потом перешел просто на вот питание. На супчики, да, в основном я ему самоварила. И вот откуда это у детей такое? Вот не ем и все. Просто дорожного рефлекса. А старший у меня одно время ел не пшенку, а пшеничку. Одно время. Варила ему. Но потом тоже и то без молока, но не на молоке, а такое. А, Владику, сколько мы пытались на сухой, на это, под прикорм. Да? Сколько вы сосок тогда купили? Да куча, и так и ничего. Все. От самой дорогой до самой дешевой. Да. Нет. Сейчас, подожди, вот они сейчас появились. Сейчас, подожди, подожди. Сейчас я так рою. Ну, в общем, дальше ты все режешь кубиками, да? Да, вот так вот. Вот такой вот у нас салат получился. Мама говорит, что можно не две баночки, а одну баночку рыбы. Это как раз для тех, кто не любит, да, потому что она в этот раз, мама положила две, она ощущается по вкусу. Ну, это такая вариация оливье, у мамы таких вариаций очень много. Но получается, на самом деле, очень вкусно. И вот эта вот рыба, она почему-то в таком сочетании кажется, что это реально курица. Ну, такая остренькая какая-то курочка. Да. Вот. Так что мама вот все порезала, заправила. Я его. Майонезом, да. Вот. И будем кушать. Зеленушка красивая была. Да, еще зелень, да, вот мама говорит, красивая будет. Но у нас вредины. Да. Так что вот такой вот у нас получился день. Вот такой у нас влог, вот такой у нас шопинг, как всегда. Вот. На самом деле, заходили в спортмастер, как-то ветровок нет. Нет, я хотела такую, знаете, именно ветровку. То есть не утепленную куртку, а ветровку. Красно-дождливую погоду питерскую. Но что-то ничего там такого. Была одна какая-то, ну, знаете, такая тоненькая. Не знаю. В общем, будем искать, что называется. Вот. А так я вам очень советую, кстати, в Glory Jeans для подростков, для мальчишек, девчонок. Мне кажется, там очень даже неплохо. И футболочки мне нравятся, стопроцентный хлопок. И, в принципе, я считаю, что 350 рублей, даже 250 рублей, там есть некоторые футболки, очень даже недорого. Ну, и для нас, для девушек, там тоже есть много чего интересного. Ну, и в селу. Очень рекомендую зайти в селу. Особенно, если вы носите размер... Кошка. Размер М. Какой у меня воротник. Если вы носите размер МЛ, или, может быть, просто в ваших будет целых нормальные, ну, другие размеры какие-то. Там очень много классных... Господи! Классных платьев, таких, знаете, длинных в пол, но вот большого размера только единственное, что были, так что... Ну, и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчик вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok